Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в Переделкино-Ближнее в гостях у Абсолюта. Офис продаж как раз за моей спиной. И сейчас мы детально, но очень быстро поймем, стоит ли здесь брать квартиру для инвестиций и для себя. Это очень важный момент, и в конце этого ролика я сделаю под итог. Погнали! Очень хорошо отсюда видно, как менялась застройка у застройщика. Вот это новые дома. А вон те дома старого типа. Это только в этой части здесь идет вот эта застройка новая. А до этого Абсолют строил вот такие вот панельные дома. Сейчас дома идут монолитные. И естественно, кстати, здесь московская прописка. Школы, детских садов здесь очень много, чуть ли не в каждом дворе. За моей спиной как раз-таки один из детских садов. И давайте посмотрим, взглянем на макет. Очень удобно, кстати, работать застройщику. Спасибо, очень информативно. Детский сад, детский сад, детский сад. Школа с детским садиком, школа с детским садиком. Вот детский сад здесь, детский сад тут. Детских садов и школ здесь очень-очень много. За это большое спасибо застройщику. И вон еще один детский садик. Как отсюда все-таки въезжать, выезжать из района, да? Здесь есть несколько вариантов. Ну, помимо того, что на машине по Боровскому шоссе. Боровка, она у нас вся в светофорах, поэтому въезжать-выезжать в район можно долго. Есть второй вариант, Киевское шоссе. До него нужно доехать. Поэтому это тоже не самый лучший вариант. Есть у нас метро. До метро Рассказовки, взгляните. Вот на метро Рассказовка. Мы на данный момент вот здесь. Вон там строящийся у нас детский садик. И вот здесь вот пруд. Он там облагораживается. Они там обещают очень крутую территорию, там застройщик. И от самых дальних домов, от 17-го корпуса до метро, минут, ну, мне кажется, 35-40. Очень далеко. Поэтому, если брать, то лучше брать корпус поближе 18-й. Там поближе к метро будет. Уже более-менее пешей доступности. Также есть МЦД. У нас вот МЦД Хой, да? Мичуринец. МЦД у нас вон там. Иногда отсюда видно какой-то поезда. Но не слышно их совсем. Поэтому вот такая вот транспортная доступность, что касаемо поехать в город куда-нибудь, в центр, да? То это у вас займет примерно около одного часа в одну сторону. Сейчас входные группы, которые продает застройщик, выглядят вот так. Есть еще... Ну, они в разных корпусах выглядят по-разному. Есть еще вот такие вот входные группы у 16-го корпуса. Но корпуса, которые уже сдались и которые вот новые дома, не берут старые совсем постройки. Абсолют, который здесь строят, выглядит вот так вот. На самом деле входные группы у застройщика, вот у новых корпусов потрясающие. Прям очень нравится. Здесь посмотрели сквозные подъезды. Это очень удобно. Сюда заходим, видим стилизованную тоже входную группу. И пойдем к лифтам еще дойдем и посмотрим, как там реализовано пространство. Здесь тоже подсветка, лифты. На минус первых этажах есть кладовые помещения. Они у застройщика стоят безумных денег. На мой взгляд, они такие прям, ну, сильно переоцененные. Но их тоже можно купить. Позвольте раз и как бы на этом завершить. Также пойдемте, я вам расскажу о машиноместах. Машиноместа здесь есть. Их нет ни в одном корпусе. Вот именно как подземного паркинга, что крайне не хватает. Наземный паркинг у них тоже крайне переоценен. Это из-за того, что здесь большие проблемы с машиноместами. И стоимость машиномест здесь идет 2,5 миллиона рублей в среднем. И это наземный паркинг. То есть вам еще и ходить нужно будет. Отсюда, да, вон он будет подземный паркинг у вас. И до него нужно будет ходить, подниматься, спускаться. Но это, правда, крайне неудобно. В особенности за те деньги, что они просят. Мне кажется, наземный паркинг должен стоить 1500, ну максимум 700. Это типа прям потолок. Хотя кто-то покупает из-за 2,5 миллиона. У других застройщиков, как правило, подземный паркинг под домом стоит 1,3 миллиона. Это такая усредненная цена. И вот мы вышли к дворам. Сейчас дворы идут закрытого типа, без автомобилей. Газончик весь подстрижен. Здесь у нас площадка. Дворы красивые, дворы интересные. Вот за это застройщик большой молодец. Кстати, набережная тоже у застройщика будет очень красивая. Там около набережной, вот в этих домах, давайте я вам покажу. Вот в этих домах. Вот они. Сейчас мы находимся вот здесь. А вот в этих домах уже квартир нет. Поэтому здесь купить квартиру застройщику уже нельзя. Там набережная еще не сделана. Но мы сейчас пойдем и ее посмотрим. Все равно, чтобы вы понимали, что вы получите в будущем. Здесь классное окружение. Очень много леса. Вот этот пруд, посмотри, который обещает о Благодородье. Кстати, там я вижу уже началась территория. Здесь зону сделают для катамаранов. И зону для того, чтобы здесь купаться. Здесь будет такая прям песчаный пляж будет большой. Очень красивый. Ну и надеюсь, что застройщик не ударит в грязь лицом и сделает все так, как и обещал. Ну, застройщик вроде хороший, строит хорошо. Дома строят красивые, небольшие. Да, из мокрой штукатурки все. Но симпатично. Мне нравится. Я думаю, что здесь тоже будет все хорошо. Но обещают это все сделать хорошо к 2025 году. Ну, то есть пока как бы что-то делается, но очертаний прям полных не видно. В общем, вот такие вот дворы у нас обещает застройщик. Видите, буклеты, да, красивые. Пойдемте, посмотрим, что из этого получилось. Потому что вот этот дом, который рядом с прудом, это максимально... Вот этот дом мы сейчас смотрим, это дом номер 3. Вот, максимально похожий, должен быть вот похож на рендер. Смотрим, что тут у нас. Вот такие вот башни, которые обещают. Зона отдыха. Подстрижные аккуратненький газон. Камни. Да, вон там тоже камни. Детская площадка. Ну, в принципе, реально похоже. То есть я считаю, что застройщик постарался. Еще деревья вырастут и будет совсем хорошо. Тут также есть торговые центры. Тут есть фитнес-клуб. Тоже все в шаговой доступности. Очень комфортно этим пользоваться. Тут также, кстати, есть парк. Он небольшой. По нему тоже можно прийти, прогуляться. Он буквально отсюда 5 минут ходит. Что касаемо покупки квартиры для себя. Тут я уже был у застройщика. Нам действительно нужна сейчас квартира до 15 миллионов. И мы узнали цены. И волосы мои встали дыбом. Для себя за такие деньги здесь я бы не взял. Мне очень не нравится Боровское шоссе. Оно все в светофорах. Все. Ну, как бы выехать и въехать в район очень тяжело. Попробуйте. Если вы из другого города, то однозначно лучше напишите мне ватсап. Я вам скажу, где лучше купить квартиру, где лучше транспортная доступность. Выехать можно также через скифку. Ну, тоже далековато. В общем, для себя бы я тут за эти деньги, давайте так, за эти деньги не купил бы. Квартиры здесь стоить должны дешевле. Для инвестиций подавно. Но нет, тут инвестицию какую-то рассматривать нельзя. Поэтому, как бы, для покупки, вот если здесь есть как-то подешевле, да, вот, как бы, квартиру, на вторичке вы будете брать, можно найти на вторичке очень хороший вариант здесь. И за адекватные деньги. Если вот можно такое взять, то вот лучше его рассмотреть. Так что с вами был Вадим. Если нужна моя консультация или помощь в подборе жилья, обращайтесь. Мой телефон в описании.